Понятно, что нужно делать, но непонятно, как это сделать, вот как достичь такой вершины мастерства, когда можно любую нишу упаковать так, чтобы сделать ее твердой нишей. Вот это как-то этому будут еще посвящены уроки? Как вот это у нас достичь? Ну, посвящен целый год, собственно, тому, как, собственно, взять и запаковать любую нишу, потому что, ну, что вы получаете за это время, вот, ну, в акселераторе, это мы делаем так, что у вас получается такой навык запаковывания бизнеса в нишу интернет-образования, но полностью в онлайн, то есть в формате онлайн-школы. И, ну, здесь вот Альберт говорил, что там смотрел других, самое профессиональное, а на самом деле других-то и нету. Вот мы чем отличаемся сильно от других, и такого просто нету в интернете больше, мы именно запаковываемся как онлайн-школа. Это продюсерский проект, который автоматизирован и не зависит от эксперта. Потому что, когда ты просто делаешь продюсирование, ты зависишь, что эксперт там будет как-то эмоционален, там тебя может выкинуть, там еще что-то. Ну, в той модели, которую мы вам даем, эксперт взаимозаменяется другим экспертам, и ваш бизнес продолжает работать, как и работает. Поэтому это то, чем мы очень сильно отличаемся, потому что мы делаем именно как бизнес. То есть это кураторы, это школа, это автоматизированная большая часть процессов, и это работа командой над масштабированием. Как вот из мягкой ниши научиться, так вот ее преподносить, что она сразу всем нужна становится? Ну, как научиться? Это просто учиться этому. Я бы сказал, что здесь, что мне помогает, это мне помогает понимание людской психологии. Ну, то есть, когда ты просто учишься заглядывать в такую черепную коробку людей и понимать, а что же они хотят. То есть, понять, что хочет мужчина, что хочет женщина, что хочет женщина разных возрастов, разных социальных классов, разных профессий. То же самое по мужчинам. То есть, какие у них страхи, от чего они не спят по ночам, какие у них желания. Это вот то, что вам предстоит понять. Потому что про свою целевую аудиторию нужно будет знать многое. И здесь не получится, вот если кто-то из вас планирует там быть, ну, кто-то из вас может такой социопат, с людьми общаться особо не любит. И, ну, у нас тоже бывает такое, что иногда там хочется общаться, иногда не хочется. Но вот первое время, пока вы запаковываете продукт, ну, вам придется просто прямо заглянуть вот в мозг вашей целевой аудитории и понять, вот что же, блин, зараза, он хочет. Именно хочет, не что ему надо. Что ему надо, это мы все знаем. А вот что он хочет, это вот такое некое психологическое исследование, которое предстоит каждому из вас. Это исследование человеческой души, это исследование человеческой психологии. Это вот, ну, это очень увлекательный процесс. Но когда вы запаковываете обычный бизнес, это нужно, естественно. Но когда вы запаковываете образовательный проект, здесь прямо надо, ну, в струнке души понимать свою целевую аудиторию. А для этого, ну, надо с этими людьми общаться. И нужно научиться говорить то, что они хотят слышать. Не то, что вы хотите им сказать, а то, что они хотят услышать. Это прям, ну, это ключевая мысль всей запаковки. Это именно начать разговаривать на языке клиента. Его желаниями, выгодами там и так далее. Вот это прям суперключевая история. Я хочу дополнить. Вот когда-то общались с… Сейчас, Дим, я прокомментирую просто. Кристина хорошее замечание сделала. Я, Кристин, не говорил про то, что выкидываешь эксперта. Я такого не говорил. Я говорил о том, что если тебя эксперт выкидывает, ты просто эксперта меняешь на другого человека, идешь дальше. Это сильно большая разница. Поэтому я такого не говорил. Мы вообще глубоко, очень глубоко против каких-либо выкидываний там и так далее. Потому что это все возвращается. Если ты кого-то там из бизнеса выкинул, то и тебя тоже выкинут. Поэтому будьте аккуратнее вообще с такими вещами. Странно, что услышится то, что я и не говорил. Окей. Да, Дим. Да, я хотел дополнить по поводу знания психологии. Как-то контент-маркетолог Манн Иванов Ферга рассказал, что ни одна книжка по маркетингу, контенту, она не дала столько пользы, сколько книжка по психологии. И вот как раз-таки умение выстроить правильно аватар клиента, оно базируется на понимании клиента. Ну и в целом, есть такой, был долгий тренд, ну вот в бизнесе важно быть эффективным. Но раньше вся эффективность базировалась на тайм-менеджменте. Где-то лет пять назад начали фокусироваться на энергии. Вот что, ну то есть вот раньше говорили время – деньги, а потом поняли, что время-то у всех одинаково. Вопрос, насыщенно ли оно энергией или нет. Также там интеллекту внимание посвящалось такое. А вот сейчас есть тренд осознанности, то есть осознанное понимание, что это у тебя заряжает, что разряжает. Но как раз-таки если ты управляешь осознанно вот этими своими источниками энергии, то ты энергичный. И также если ты осознанно относишься к себе, ну свой психотип, понимаешь себя, то и ты эффективен. Но если ты понимаешь еще и других людей, то ты гиперэффективен. В том числе и в продаже. И тогда намного проще даже из мягкой ниши выжимать твердый валютный результат. Спасибо. 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 Спасибо.